мы продолжаем обсуждать лямбда исчисления и мы поняли что лямбда исчислений простом у нас возникает парадокс Рассела кроме того также есть проблемы с терминируемостью вот в частности у нас бета-редукция нетерминируема и в связи с этим было принято решение модифицировать лямбда исчисления введя понятие типа и мы понимаем что типизированным лямбда исчислений мы не можем применять терм к самому себе потому что у нас возникнет конфликт типов да то есть вот при аппликации у нас в данном случае например если терм t имеет тип альфа то s должен иметь тип из альфа в какой-то другой тип да и мы не можем применить тег t потому что у нас будет проблема с типизацией вот и здесь у нас получается что парадокс Рассела невозможен потому что типизированным лямбда исчислений вот такой лямбда терм мы построить в принципе не можем это хорошо но теперь определим синтаксис лямбда типизированное исчисление которое обозначается вот таким образом лямбда со стрелочкой то есть множество лямбда термов у нас останется таким же мы его менять не можем но нам нужно ввести множество типов и множество типов нас будет состоять из переменных типа непосредственно самих базовых типов b и и из функции из типов тип также определим контекст контекст для эта функция сопоставляющие имена переменным и константам и вот такая запись что она обозначает она обозначает что тип t ой терм t такая запись у нас обозначает что терм t имеет тип альфа в контексте g терм t называется корректно типизированным если у нас существует такой контекст г и тип альфа что-то имеет тип альфа в контексте g и для лямбда исчисления существует два подхода к типизации первый подход это типизация по черчу когда каждому терму сопоставляется единственный тип и типизация по каре терм в этом случае может иметь или вообще не иметь тип и если тип имеется то он может быть не единственным то есть возможен полиморфизм типов и как раз подход кари нам более интересен потому что он используется в haskell и стандарт мл ну то есть и вы забыли да как мы уже поняли у нас система типов по каре обеспечивает полиморфизм и перегрузку да давайте подробнее остановимся на этих определениях то есть пример параметрического полиморфизма самый простой это когда мы определяем например тип списков да то есть мы можем определить тип списков лист и он так на самом деле определен в изобель внутренних теориях вот таким образом да и здесь у нас как раз идет пример полиморфизма да то есть мы затем при использовании вот этого полиморфного типа лист мы можем использовать его для различных типов вот здесь заменяя ими вот эту переменную типа альфа ну или штрих а вот то есть это самый простой пример полиморфизма что же такое перегрузка перегрузка тоже достаточно часто используется в изобель и самый простой пример допустим у нас есть функция сложения для натуральных чисел x имеет тип nat ну да вот напишем что от x y равно x плюс y да то есть у нас есть функция конкатенации и допустим у нас есть функция конкатенации да которая объединяет два списка да и мы можем сделать например вот таким образом с помощью adhoc overloading перегрузить на add конкатенацию да то есть у нас по сути есть двуместный оператор сложения и конкатенация вот и они принимают на вход переменные переменные разных типов да которые вообще никак между собой не связаны никаким сходством структурным вот но при этом мы можем перегрузить на одно и то же имя add и сложение натуральных чисел ой и конкатенацию и затем когда мы будем вызывать вот это вот эту функцию add перегруженую у нас изабель автоматически будет определять по тому аргументы каких типов мы подали какую функцию нам применить сложение или конкатенации вот то есть при перегрузке терм может иметь различные типы не связанные с структурным сходством ну у нас будет еще в дальнейшем много примеров полиморфизмов и перегрузки определим также понятие наиболее общего типа то есть в целом тип сигма более общий чем тау если существует такая замена s что тау равно s от сигма вот ну например у нас переменные типы является наиболее общей чем тип например то есть так как мы можем заменить ее на над вот и каждый корректно типизированный терм имеет наиболее общий тип и проверкой вывод типов у нас в изабель разрешимы и производится автоматически вот и кроме того частый тип ошибок при работе изабель которую мы видим ну вот здесь вот на когда у нас красным загорается здесь какой-нибудь там мы видим ошибку типа type inference error или type checking error type erity error это значит что изабель автоматически не смог произвести type checking проверку типов на для уже заданного терма либо вывод типов вот что касается бета-редукции в типизированном лямбда-ичислении определение остается таким же и корректно типизированный терм остается корректно типизированным при бета-редукции но в типизированном лямбда-ичислении бета-редукция терминируема. То есть у нас вот этот пример, который мы раньше с вами рассматривали, он опять же невозможен. То есть в типизированном лямбда-очислении мы не можем применять лямбда-терм к самому себе. То есть это xx, аппликация невозможна. И операция равенства, в смысле по модулю альфа-бета-эта разрешима. И поэтому Изабель может автоматически редуцировать каждый терм к бета-эта нормальной форме. И здесь у нас есть такая теорема о том, что каждый типизируемый терм имеет нормальную форму и каждая возможная последовательность редукций, начинающаяся с типизируемого терма, завершается. Вот. Что касается полноты по тюрингу. Простое лямбда-очисление полно по тюрингу, в чем мы уже убедились. То есть мы можем реализовать машину тюринга. А типизированное лямбда-очисление не полноет по тюрингу, так как мы не можем создавать незавершающиеся программы в типизированном лямбда-очислении. Но функциональные языки, основанные на типизированном лямбда-очисления, тюринг полны. И это возможно становится благодаря добавлению полиморфного оператора фиксированной точки, который имеет вот такой тип. И вот такое свойство о том, что аппликация YF бета-редуцируемая к аппликации F к аппликации YF. Вот. И с добавлением полиморфного оператора фиксированной точки у нас лямбда-исчисление типизированное становится тюринг полным. Ну, в принципе, это все, что я хотел рассказать про лямбда-исчисление. Давайте посмотрим, как это реализовано в Изабель. И попробуем произвести бета-редукцию руками и сравним с результатом, который нам автоматически выдает Изабель. Ну, например, напишем вот такой лямбда-терм простейший. Лямбда X, X плюс 3. Да. Здесь у нас автоматически пишется тип. То есть используется типизированное лямбда-исчисление, как я сказал ранее. И Изабель автоматически находит наиболее общий тип. То есть наиболее общий тип здесь у нас просто переменная типа АА. Ну, и аналогично для всех лямбда-термов. Альфа-конверсию мы можем производить в Изабель с помощью метода rule-reffle. То есть, чтобы доказать вот такую лямбу о равенстве таких лямбда-термов, мы можем использовать просто метод rule-reffle. То есть, по сути, альфа-конверсия у нас производится в Изабель автоматически. То есть, Изабель понимает, что эти два терма эквивалентны, но нам просто нужно применить метод rule-reffle. Эта конверсия производится автоматически, Изабель. То есть, если мы напишем вот такой терм, то автоматически у нас это конвертируется просто к f. Как и бета-редукция. Бета-редукция тоже производится автоматически. То есть, если мы запишем вот такую аппликацию, то автоматически x заменится на t, и мы получим t, y. И кроме того, вспоминая о проблеме с именами переменных, Изабель тоже умеет ее автоматически решать. Давайте посмотрим на вот этот терм, пока не будем здесь кликать на результат. Кликнули в итоге, ничего страшного. То есть, что у нас здесь происходит? Происходит здесь следующее. У нас здесь бета-редукция, где вместо z подставляется x. И что мы получаем? x вот здесь вот синяя, свободная. То есть, в Изабель достаточно приятно описать терм. Мы сразу понимаем, какие переменные являются свободными, какие связанными. Но в чем проблема? Что при бета-редукции у нас здесь, если мы ничего не переименуем, то получим λx.f от x, где вот этот x у нас действительно связан, но вот этот x, он должен быть свободным. То есть, это не должно быть x. Нам нужно переименовать тогда вот здесь вот x в другую переменную. И Изабель это делает автоматически. Как мы видим, он переименовывает под квадратную переменную x в xa. И мы получаем λ-терм такого вида, где xa связано, а x свободно. Ну и теперь попробуем руками произвести бета-редукцию, цепочку бета-редукции, упростить терм в нормальной форме. И посмотрим, совпадет ли у нас результат с автоматическим результатом бета-редукции в Изабель. То есть, вот у нас есть λ-терм вот такого вида. И произведем здесь бета-редукции. Цепочку бета-редукции. С чего начнем? Ну, можно здесь первую бета-редукцию, которая бросается в глаза, вот здесь вот прям справа сделать. Да, то есть, тем более тут скобочки. Вот, c заменить на вот этот λ-терм λ-аа. Что у нас тогда получится? Так, вот это мы тогда переписываем пока что. А вот здесь у нас должно получиться λ-аа-а-b. Вот так. То есть, первая бета-редукция. И теперь мы снова можем сделать бета-редукцию, заменить вот здесь а на b. И мы получим тогда просто b. Да, ну здесь у нас стоит скобочки, поэтому нам нужно бета-редукцию, как бы мы не можем вот это внешнее b, которое за скобками, подставить места, сделать замену, да, но мы можем вот это внутреннее b заменить на a. Но тогда нам нужно было бы переименовывать, да, то есть у нас тогда бы, если мы вот здесь вот это a заменили вот здесь тоже на b, тогда бы у нас возникла опять же проблема с именами переменных. Да, то есть снова получилось бы, что вот это b должно быть связано, а вот это b свободный, да, и тогда пришлось бы переименовывать. Переменно мы можем это сделать, но если внимательно тут посмотреть, то можно сначала бета-редукцию вот здесь внутри произвести, да, тогда у нас b заменится на c, и потом мы уже сможем b заменять на a, и тогда не нужно будет лишний шаг с переименованием делать. Что у нас получается вот здесь? То есть мы делаем бета-редукцию пока вот здесь, на этом этапе, и получаем вот такой лямбда-терм, но скобочки здесь уже получается не нужны, и b вот это, которое, вот это b, которое у нас просто мы не трогаем уже, да, и теперь как раз сделаем бета-редукцию, которую уже хотели применить на прошлом шаге, то есть a заменяем на b вот в этом терме. Получаем c, b, b. Вот такой терм. И теперь посмотрим, совпал ли у нас результат с автоматическим, который нам предоставляет изобэль. Ну да, видим, что результат у нас действительно такой же. Ну и попробуем реализовать определение операторов, ну, которые мы обсуждали уже в изобэль. Да, посмотрим, как они реализуются. Да, то есть в целом у нас простые определения функций без рекурсии у нас можно делать с помощью команды definition. Ну и вот, например, определим саксессор, да, по аналогии с тем, что у нас было на слайдах, да, но здесь нам нужно задавать тип он задается после названия функции и двух двоеточий в кавычках а само определение пишется непосредственно после команды where то есть мы пишем definition название функции затем тип функции ключевое слово where и непосредственно определение функции в кавычках после этого у нас автоматически генерируется теорема с postfix нижнее подчеркивание def да, вот таким образом можем написать sac def и нам выдастся определение этой функции аналогичным образом можем определить функцию лямбда функцию add таким образом и функцию умножения да, то есть еще раз что у нас здесь происходит ну по сути аналогично слайдам да, на слайдах у нас уже это было только здесь переименовано да, f это по сути s а x это z ну и аналогично для функции умножения f это s а x это z определим еще несколько лямбда функций в Изабель да, например функция c0 которая у нас будет равна лямбда f x x функцию c1 которая у нас равна лямбда f x f от x c2 это лямбда f x f от x да, но по сути что это такое по сути c0 у нас это как раз номерал Чорча 0 и это единичка это двойка это тройка и попробуем доказать вообще простейшую лему о том что у нас левая часть по сути definition c0 равна правой части ну то есть просто переписать вот это утверждение лембы как такое вообще доказывать подобное утверждение можно доказывать просто unfoldingом заданного definition с помощью метода unfold да, и метод unfold у нас раскрывает вот этот definition c0 с помощью ну то есть у нас же есть c0 def да, и он просто раскладывает левую часть в правую таким образом преобразуя нашу цель ну и мы получаем вот такое вот такое равенство понятно что оно ну понятно что здесь написано два эквивалентных лямбда терма можем просто применить rule refl и все докажется то есть они равны в смысле альфа и тогда мы можем просто применять rule refl для завершения доказательства ну и заканчиваем ключевым словом done теперь попробуем доказать более сложное утверждение о том что саксессор который мы вот тут определили да, то есть по сути это прибавление единички просто в терминах лямбда исчисления саксессора от саксессора от c0 от 0 то есть равно c2 то есть двойки утверждение верное но здесь оно записано в лямбда термах и поэтому может быть не очевидным доказательство но на самом деле если мы сделаем анфолдинг всех перечисленных дефинишенов то получим просто эквивалентные термы да опять же они альфа эквивалентны в принципе видно что они синтаксически эквивалентны здесь завершаем доказательства с помощью rule refl да, ну и в принципе все такие утверждения которые требуют по сути только раскрытия заданных нами определений они все будут доказываться по такому шаблу да, то есть просто раскрываем definition и ничего не забывая и применяем rule refl и заканчиваем доказательство с помощью данных да, ну вот можно доказать например вот такое утверждение о том что мульт c1x равно x но что это такое по сути это утверждение о том что умножение единички на x равно x да, ну вот это утверждение о том что x плюс 0 равно x да, ну и также они доказываются анфолдингом и методом rule refl да, как я говорил раньше операции проверки типов и вывода типов Изабель производит автоматически и вот пример например вот такой терм запишем и здесь вывод типов Изабель производит автоматически да, вот у x Изабель автоматически понимает что тип из альфа в бета вот да, кстати я рассказываю про лямбда исчисления но не рассказал как нам непосредственно символ лямбда получить в Изабель для того чтобы нам написать символ лямбда нам нужно через слэш лямбда нажать вот тут либо tab, да, либо у нас пропало если уже то можем сделать ctrl-b и у нас автоматически заменится на лямбду, да, и вот если мы попробуем например сделать что-то такое то возникнет проблема с типами, она как раз ошибка о которой я говорил type checking будет ошибочным и Изабель нас об этом оповестит ну пока что остановимся на этом лямбда исчислении оно нам еще понадобится когда мы будем изучать инструменты автоматизации да и в целом для понимания для понимания того что происходит и в дальнейшем когда мы будем работать на уровне Изабель-эмайл на уровне написания тактик лямбда исчисления нам тоже там понадобится ну а теперь перейдем непосредственно к термам и типам в Изабель определимых типы у нас выражаются следующим образом множество типов состоит из базовых типов boolint и другие переменных типа альфа, бета и так далее конструкторов типа да ну например вот пример со списками да, то есть там у нас есть конструктор конс, да, которым на вход еще приходят переменные типа альфа и еще лист альфа, да, то есть глава и хвост списка ну там еще пример с аксессор, да, тоже является конструктором типа и set ну и в принципе лист тоже является конструктором типа и type classes о которых мы сейчас чуть чуть уже буквально в следующем слайде поговорим определим терм в Изабель ну в принципе они определяются почти аналогично лямбда исчисления то есть это константы переменные аппликация абстракция но добавляется еще множество схематических переменных то есть переменных, которые могут быть инстанцированы переменные, которые у нас которыми становятся свободные переменные после того, как мы доказали теорему да, вот вспоминаем тот пример с конч и что же такое type classes? ну те, кто работал в Haskell, они уже должны быть знакомы с этим определением type classes у нас ограничивает переменные типа классом определенным аксиомами для этого класса мы можем доказывать теоремы мы можем делать подклассы подтипы и мы можем инстанцировать класс переменные типа при этом нам необходимо доказать корректность инстанцирования теперь посмотрим, как это выглядит в Изабель да, ну в принципе с командой терм константами и свободными схематическими переменами мы уже знакомы да, ну вот если мы просто напишем x, то автоматически у него будет наиболее общий тип здесь альфа да, если мы явно укажем тип, что это функция из int в int то, соответственно, такой тип у xi будет да, то есть тип задается вот таким образом двумя двоеточиями также мы можем задать x как множество int да, и вот таким образом можем записать здесь тогда x будет типа a да, и но так как у нас он в фигурных скобочках то все вместе это множество элементов типа a кроме того, на самом деле мы можем сами конструировать типы с помощью команды datatype но ее мы обсудим чуть-чуть попозже да, вот например можем задать тип натуральных чисел myNAT да, с помощью двух конструкторов первый z, то есть нолик и s myNAT да, почему я написал myNAT, а не NAT потому что у нас внутри в hall уже задан тип NAT и для него доказано много теорем если мы его переопределим то соответственно у нас в рамках данной теории мы сможем пользоваться ну то есть мы напишем аналогичную вещь то теперь у нас теоремы, которые вот здесь они будут верными для внутреннего hall типа NAT но не для нашего то есть у нас будет то есть накладывается наш тип NAT на внутренний hall тип поэтому я здесь определил как myNAT вот ну это один способ задания типа который мы обсудим чуть позже что касаемо type классов да вот самый хороший пример это с type классом order вот как мы говорили мы можем делать подклассы да и вот тут видим syntaxes для подклассов да то есть класс order является подклассом preorder да вот и кроме того мы можем с помощью assumes задавать задавать теоремы для класса да ну теперь найдем preorder да ну вот класс preorder он в свою очередь является подклассом типа орд да можно теперь найти орд попробовать вот класс орд да то есть для него здесь мы фиксируем какие-то параметры да и можем задавать теоремы вот а затем мы можем делать инстанцирование да можем инстанцировать этот класс с помощью команды instance и инстанцировать переменные типа вот мы можем также включить отображение информации этой классе с помощью declaration show sorts с declaration мы уже знакомы у нас уже был declaration show types для того чтобы отображать информацию по классам нам нужно использовать declarations show sorts да и тогда вот здесь у нас будет отображаться вся информация о классе да вот например если мы сделаем teach em order raffle да если бы мы например ее тут вызвали смотрите что бы было просто бы непосредственно формулировка показывалась но здесь нам показывается что показывается еще тип да type class preorder вот ну и выключить соответственно declaration можно с помощью show sorts false да как мы и говорили у нас изабель изабель есть три вида тishment переменных это свободные переменные они отображаются синими связанные переменные inator они они отображаются зеленым и константы они отображаются черными интенсировать мы можем только схематические переменны и после того как мы доказываем теорему свободные становятся схематическими Вот. Ну и пример с кончьи еще раз. То есть вот здесь у нас, смотрите, формулировки у нас, переменные являются свободными. Потом мы доказываем теорему каким-то образом, неважно пока каким. И на выходе получается, что теорема сохраняется со схематическими переменами. Но мы можем их инстанцировать с помощью атрибута where. Вот так в квадратных скобочках where. И здесь непосредственно указываем, что схематическое p равна x, and это ключевое слово тоже, чтобы вместе указать инстанцирование. Если мы вот это уберем, то только p инстанцируется, но если хотим и p, и q, то таким образом инстанцируем. Теперь обсудим такое понятие как унификация. Унификация это нахождение замены переменных сигма для термов s и t, такое, что сигма от s равно сигма от t. Что касается Изабель, то здесь унификацию можно определить в смысле равенства альфа-бета-эта по модулю альфа-бета-эта. Так как речь идет об унификации высшего порядка, то схематические переменные могут быть и функциями. Ну вот пример унификации, то есть это у нас конъюнкция схематических p и q равно, в смысле альфа-бета-эта, x конъюнкции x и y, да, при замене схематической p на x и схематической q на y. И вот второй пример. Здесь у нас идет замена схематической f на абстракцию λy, y и q на p, схематической q на p. И рассмотрим примеры унификации в Изабель. Непосредственно, как это работает. Вот у нас, например, есть теорема рефл, аксиома рефлексивности. И мы хотим доказать лему y равно y, да, то есть по сути нам здесь нужно просто унифицировать y с вот этой схематической переменной t из рефл, да. Ну и Изабель это делает автоматически. Снова можем просто применить rule-рефл и унификация произойдет автоматически. Цель разрешится. Или, например, у нас есть теорема add-commute о коммутативности сложения. И мы хотим унифицировать схематические переменные a и b с x и y, вот в этой теореме. Вот. И у нас тут возникает ошибка. С чем она связана? А связана как раз с тем, о чем я говорил. Ошибка возникает в связи с тем, что мы переопределили тип nat. Да. Вот. Так делать нельзя. Нужно использовать внутренний холл уже, переопределять типы смысла не имеет. То есть там есть какие-то перегрузки на операции, да. И получается, что на наш тип, наверное, перегрузки нет. Поэтому у нас и не работает, да. Заблюдает ошибку. После того, как мы убираем это ненужное определение, у нас все работает. Да. Причем можно обратить внимание, вот здесь вот x имеет, да, тип unification and rules nat. Да. То есть наша теория называется unification and rules. И в ней определен тип nat. Да. То есть вот таким образом называется этот тип. И убираем, да. Убираем и возвращаемся. Ну, и здесь тоже автоматически мы можем унифицировать вот эти a и b схематически с x и y, просто применив rule и непосредственно название addCommute. Вот. То есть такую простейшую унификацию можно, Изабель обеспечивает с помощью метода rule. Также есть в Изабель интересная команда schematic goal. Она используется для того, чтобы формулировать леммы со схематическими переменами, которые могут быть инстанцированы в ходе доказательств. Но, да, используется она крайне редко. Вот, например, у нас есть такая tchm trueE, тривиальная. И мы хотим унифицировать схематическую переменную p вот отсюда с вот таким термом. И мы можем сделать, написать schematic goal my lemma и вот здесь в формулировке указать схематическую переменную. Причем, обратите внимание, если мы напишем lemma просто, то у нас будет выведена ошибка, потому что мы не можем формулировать lemma со схематическими переменами. Здесь, в самом деле, это schematic goal. Вот, здесь применяем rule trueE, и у нас p инстанцируется с помощью λx true. И автоматически схематическая цель доказывается при таком инстанцировании. Вот. И теперь посмотрим, что у нас сохранилось под именем my lemma. На самом деле у нас просто сохранилось true. И получается, что на самом деле у нас при доказательстве schematic goal у нас сохраняются только утверждения, которые... Ну, то есть, не вот этот общий результат, да, понятно, что его невозможно доказать, а только тот частный случай инстанцирования, который мы доказали. Вот. Ну, такая lemma, да, действительно, ее мы доказать не сможем. Двигаемся дальше. Мы уже сталкивались с доказательствами в Isabel, да, вот сейчас рассматривали доказательства lemma. Но давайте в целом сформулируем, что такое доказательство, что такое состояние доказательства. Доказательство в Isabel при apply подходе выглядит следующим образом. То есть, у нас идет ключевое слово lemma, ее название, двоеточие, дальше цель в кавычках и набор apply скриптов, да, ключевое слово apply и в скобочках методы. Да, и так столько раз, сколько нам нужно, пока мы не достигнем ситуации, что у нас внизу, в вот пути, все цели разрешатся, да, вот такое состояние. И здесь мы пишем done и завершаем доказательство. Состояние доказательства в Isabel выглядит следующим образом, где x1 и так далее, xn у нас это параметры, а1 и так далее, an это предположение. И g это цель доказательства, да, они разделены импликацией. Это метоквандер всеобщности. И теперь вернемся назад и поподробнее обсудим методы, которые мы можем применять, да, ведь пока что мы применяли по сути только метод rule, да, наверное и все. Вроде бы, а, unfold, метод unfold мы еще знаем из лямбда исчисления, да, вот здесь мы применяли метод unfold. Хотелось бы расширить наше знание о методах, чтобы мы могли доказывать более широкий класс теорем. Ну и простейший метод это метод assumption, который мы можем использовать с помощью apply assumption. С помощью метода assumption мы можем доказать цель вот такого стандартного вида, если g унифицируется с одним из предположений аито. Да, то есть по сути, если у нас g это аитое какое-то, то мы можем вызвать apply assumption и завершить доказательство. Двигаемся дальше. Подробнее обсудим метод rule. Метод rule используется для применения правил интродукции. Правила интродукции это правила, которые имеют вот такой вид. то есть импликация из набора посылок a1 и так далее an, a. И означают, что для вывода a нам нужно показать a1, a2, a3 и так далее an. И что за собой влечет применение вот этого метода rule? Вместе с этим правилом интродукции. Применение rule к цели g влечет за собой унификацию цели с правой частью правила и замену g на n новых подцелей a1 и так далее an. То есть, по сути, чтобы доказать a, нам нужно доказать все посылки нашего правила. Что они в данном условии теоремы выполнены. Рассмотрим пример применения правила интродукции конж и вот такой цели. Да, в изобель конж и записывается следующим образом. Ну, мы много раз уже с ней встречались. Что происходит при применении rule конж и к вот этой цели? Во-первых, у нас происходит унификация нашей цели a, конъюнкция b с правой частью правила конж и. И у нас идет замена цели нашей a и b на две цели a и b. Вот. И если мы сделаем это в изобель, то proof state у нас будет вот таким. То есть, появятся две вот таких цели. Давайте посмотрим, как это выглядит в изобель. Конж и. И, например, вот такую цель, да, попробуем упростить с помощью rule конж и. Да, смотрите, что у нас тут происходит. Применяется правило интродукции a и b унифицируется с p и q. Да, и остается две цели, да, так как p унифицировалась с a, q унифицировалась с b. То нам необходимо, соответственно, доказать a и b, чтобы доказать все утверждение. Теперь обсудим метод e.ru. Он для нас новый. И он означает применение правила элиминации. Что такое правило элиминации? Правила элиминации имеют такой же вид, как правило интродукции, да. То есть, в принципе, как и все правила. И означают, что если мы имеем a1, например, и хотим показать a, то нам нужно показать, что выполнены все утверждения из посылок. a2, a3 и так далее, a.n. И получается, что применение правил элиминации вот такого к цели g это применение rule, во-первых, а также это унификация одной из посылок, они называются premises, premises нашего правила, то есть унификация одной из посылок аиты с предположением, с assumption, одним из assumption. и элиминация, то есть удаление этого предположения из proof state. Рассмотрим пример применения правил элиминации congee к вот такой цели. Congee у нас в Isabel выглядит следующим образом. Вот смотрите, в цели у нас есть в assumption, в цели у нас есть конъюнкция. Она унифицируется с одним из премисов одним из премисов правила элиминации. Соответственно, a унифицируется с p, b унифицируется с q, а r унифицируется с a. И после этого, после того, как унифицировалось, у нас, соответственно, предположение удаляется, и нам теперь необходимо доказать только вот это. Необходимо доказать, соответственно, вот такую импликацию. Ну и понятно, как оно на самом деле будет доказываться. Просто у нас здесь получается, что в assumption есть a, и в цели тоже есть a. То есть просто методом assumption можно это сделать. И теперь давайте посмотрим, какие у нас уже есть правила интродукции и правила элиминации в изобель. Вот конч-и, конч-е, которые мы уже использовали. Также у нас есть правила конжанкт 1, конжанкт 2. Для дизюнкции у нас есть два правила интродукции. Ну, что из p следует? Дизюнкция p и q. Так же, как и из q следует дизюнкция p и q. Также есть правила элиминации для дизюнкции. Есть вот такое правило интродукции. Есть также правила интродукции импликации и элиминации импликации. Это базовые правила, которых нам пока достаточно. Этот пример мы уже разобрали. Двигаемся дальше. Вот, например, утверждение из первого занятия. То есть, лемма об импликации конъюнкции b и a и b. С чего нам начать? Ну, вообще, если у нас в цели есть импликация, то чаще всего доказательство начинается с rule.impie. И у нас эта импликация заменяется на такую толстую. Ну, по сути, потому что у нас правило такой вид имеет. И что теперь у нас есть в ProofState? Смотрите, до применения этого правила у нас была по сути одна цель без assumption. После того, как мы применяем rule.impie, у нас теперь есть вот такая цель и вот такой assumption. Если у нас есть в assumption конъюнкция, то логично применить правило элиминации конъюнкции conj.e. И что у нас произойдет после этого? Мы, в принципе, уже подобный пример разбирали. У нас цель преобразуется к вот такому виду. Теперь у нас есть не один assumption конъюнкции a и b, а два assumption отдельных b и a. Из них нам нужно вывести конъюнкцию a и b. Применяем правило интродукции conj.e. Потому что у нас здесь в цели конъюнкция. Цель конъюнкция и, соответственно, она унифицируется с правой частью правила и сведется после этого к двум целям. То есть разобьется на две цели на a и на b с сохранением тех же assumption. Ну и теперь у нас здесь два assumption b и a. Нужно показать a. То есть a есть в assumption и значит можно применить просто метод assumption. Ну и здесь аналогично с b. Тоже применяем метод assumption и все становится доказанным. Аналогичную лему можно доказать для дизъюнкции. Снова начинаем с rule empy и получаем цель справа и assumption слева от импликации. видим дизъюнкцию в левой части в левой части то есть в assumption и здесь логично тогда применить правила элиминации дизъюнкции дежье что у нас произойдет при этом посмотрим вот то есть у нас унифицируется дизъюнкция a и b с по и q и соответственно что нам нужно будет доказать нужно будет доказать что из a следует дизъюнкция a и b b b a b a и из b следует дизъюнкция b a вот такие две цели теперь у нас в цели есть дизъюнкция и нам нужно нужно ее разбить с помощью правила интродукции вот но тут нужно быть аккуратным потому что смотрите нам здесь нам здесь нужно чтобы у нас вот эта цель дизъюнкция b и a она свелась просто к a то есть если мы применим rule 1 то мы получим вот такую цель из a в b которая является неразрешимой и это наталкивает нас на мысль что не все правила можно вот так вот легко применять и применение правил на самом деле влияет на доказуемость теоремы да то есть наверное есть какие-то правила которые можно применять всегда и они на доказуемость не повлияют есть какие-то правила как например вот эта которая влияет на доказуемость и может повлечь с собой недоказуемость теоремы, чего бы нам не хотелось. Но это мы сегодня еще обсудим. Пока что это убираем. Да, и здесь нам нужно свести действительно к a, и мы получаем вот такую цель, которая легко разрешается by assumption. Ну и аналогично со второй целью, здесь нам нужен как раз левый disjunct, поэтому делаем rule dish i1 и затем применяем assumption. Теорема доказана. Теперь рассмотрим следующую лему. Здесь у нас уже есть два assumption, импликации из b в c и импликации из a в b, и цель непосредственно, это импликация из a в c. Но так как у нас импликация в цели, нам нужно применить правило интродукции импликации rule impy, и тогда вот тут у нас импликация заменится на такую, a уйдет в assumption, и в цели останется только c. И теперь нам все, что остается, это элиминировать импликацию. И вот здесь возникает вопрос, если мы элиминируем импликацию, какая у нас элиминируется, вот эта из b в c или из a в b? И на самом деле элиминируется, ну, слева направо, да. Но вот если бы мы, например, хотели элиминировать другую импликацию, это нам не надо элиминировать, или вдруг эта элиминация приведет к недоказуемости. Вот, то есть такие случаи боя, да, когда можно элиминировать несколько assumption. И на самом деле в Isabel это предусмотрено, и такие проблемы решаемы. Вот. Здесь мы элиминируем, у нас элиминируется первая импликация, да, вот так выглядит у нас правило элиминации аппликации. Таким образом. Получаем вот такую цель. И снова здесь нужно элиминировать импликацию. Основа у нас разбивается на две цели. Первая, конечно же, решается assumption, вторая тоже, потому что здесь в assumption есть b, в цели есть b. Да, и третья тоже легко решается assumption, потому что у нас здесь в assumption есть c и в цели c. Вот. И все, теорема доказана. Завершаем с помощью done. Также у нас есть правило элиминации, интродукции для отрицания. NodeE, NodeE. Можем их посмотреть с помощью команды THM. Вот так выглядят правила элиминации для отрицания. И вот так выглядят правила элиминации. Ну и докажем вот такое утверждение. Закон де Моргана по сути о том, что отрицание конъюнкции равно дизюнкции отрицания. Ну, понятно, что здесь нам нужно применить правило интродукции отрицания. Делаем это, и цель преобразуется к вот такому виду. Да, теперь у нас цель false. То есть нам нужно, чтобы это доказать, по сути, доказать противоречивость assumption. Вот, что можно делать в assumption? Ну, мы можем здесь элиминировать конъюнкцию и элиминировать дизюнкцию, потому что это внешний оператор здесь. И, ну, давайте начнем с дизюнкции, элиминируем ее, и получится нам, разобьется на две цели. Первая вот такая, и вторая вот такая. Теперь мы можем здесь элиминировать отрицание или элиминировать конъюнкцию. Ну, сначала элиминируем конъюнкцию, потому что она у нас идет левее, и получаем вот такую цель. Да, теперь можно элиминировать, ну, все, что можно здесь делать, это элиминировать отрицание. Давайте посмотрим, как выглядит. вот, е. Да, выглядит оно следующим образом, то есть, получается, здесь у нас а унифицируется с p, и нам остается доказать просто просто вот такую цель. Вот, но она разрешается Assumption-ом, и аналогично, абсолютно аналогично доказывается эта цель, она, в принципе, здесь симметрично первой. Да, сначала элиминируем конъюнкцию, потом элиминируем отрицание и заканчиваем Assumption. Вот. Да, ну, понятное дело, что все эти правила тяжело держать в уме, но в ходе доказательства всегда понятно, что делать. Да, то есть, если мы видим какой-то оператор справа, то мы можем применить правила интродукции для него с помощью rule, да, как вот здесь, например, rule not e. И если мы видим в Assumption-е какой-то оператор, то мы можем элиминировать его с помощью e-rule и, соответственно, правила элиминации для этого оператора. Посмотрим пример с разбиением на случай, то есть, в Изабель мы можем, в Изабель уже есть автоматический метод для разбиения на случай. Вот рассмотрим такой пример, например, лемма о дизюнкции p и не p, да, то есть, нам тут можно разбить p да, на разбить p на два случая, когда оно ложное и когда истинно, да, и с помощью метода caseStack Изабель это делает автоматически. Вот, то есть, в первом случае мы предполагаем p и отсюда доказываем наше утверждение и во втором случае предполагаем не p. Вот. Ну и дальше тут, в принципе, доказательства уже легко можно проделать. Да, здесь можно элиминировать дизюнкцию, ой, вернее, применить правила интродукции дизюнкции. h i h i1 да, apply assumption остается одна цель, ну и аналогично здесь, только нам нужно интродукцию для второго дизюнкта сделать и все доказалось. аналогичный пример есть для false, есть правила иллюминации false, false e рассмотрим, например, вот такой такую лему. Здесь у нас нужно доказать p и в assumption вот такое утверждение. Да, можно опять же p разбить на случай с помощью команды кейсстаг. Да, то есть добавляется в assumption здесь в первом случае p, во втором не p. Ну и первый случай тривиальный, здесь у нас в assumption p, в цели тоже p. Разрешаем с помощью reply assumption, а во втором случае нужно уже элиминировать сначала импликацию с помощью error lamp e она элиминируется, первая цель легко разрешается и вот здесь вот можно элиминировать наш false с помощью false e и все разрешается. Что касаемо случая с элиминацией нужного нам assumption, вот хороший наглядный пример, что нам здесь нужно элиминировать вторую конъюнкцию, чтобы получить a в assumption и доказать a. Но если мы применим eru conje, то у нас автоматически элиминируется левая конъюнкция pq и это не сильно повлияет на наши доказательства. Вот. Что нам делать, чтобы элиминировалось то, что нужно. Но мы можем воспользоваться командой back и тогда у нас элиминируется вторая конъюнкция нужная нам и теперь мы можем применить просто apply assumption и завершить доказательства. Но это используется очень редко. Это выглядит некрасиво и обычно не используется. Обычно у нас используется запятая в доказательстве. То есть, если мы здесь напишем eru conje и через запятую assumption, то автоматически у нас Изабель элиминирует нужный нам assumption. Также можно это сделать на самом деле с помощью buy. Buy, если бы мы сделали вот тут buy eru conje, потому что buy автоматически делает столько assumption, сколько нам нужно. Кроме того, мы можем инстанцировать схематические переменные правила нужным нам образом, чтобы добиться элиминации нужного нам assumption. Вот здесь, например, в том же примере мы можем с помощью eru tag и затем явно через равно указать, чему равна схематическая переменная нашего правила conje и p и q инстанцировать их и, соответственно, у нас применится элиминация там, где нужно. Ну и затем assumption. аналогично для правил интродукции можно использовать rule tag. Рассмотрим вот такую лему теперь и здесь у нас возникает вопрос как нам разбираться с вот этим равенством. То есть понятно, что мы можем применить сначала rule impy, но возникает равенство. Ну и на самом деле для равенства у нас есть тоже правило интродукции элиминации. Первое это if i вот такое, то есть по сути оно говорит нам о чем, что если мы хотим доказать равенство по и q нам нужно доказать то, что из p следует q и что из q следует p. Также правила элиминации такого вида и в d1 в одну сторону только что из q следует p и f d2 и что да, в обратную в обратную сторону. Вот, в зависимости от наших нужд. И здесь мы как раз применим правила интродукции равенства, потому что у нас в цели находится равенство. Применяем и разбивается как раз на две цели, да, что из левой из левого утверждения следует правое и из правой левое. Получаем две вот таких цели. Ну, здесь можно было бы сделать, применить правила интродукции и дизъюнкции, но можно сделать кейстаг а, да, то есть разбить на случай с равенством, ну, с а и не а. Вот, в первом случае можно, да, у нас есть b в ассампшенах, и можно применить правила интродукции дизъюнкции с левым дизъюнктом, и тогда здесь разрешится все b-assumption, вот, а здесь можем теперь с правым дизъюнктом, и у нас здесь есть в ассампшенах не а, и в цели не а, и тоже все разрешится by assumption. Остается вот такая цель, тут есть в ассампшене дизъюнкция, и нужно ее элиминировать. С помощью деже делаем это, получаем две вот такие цели, первая разрешается с ассампшеном, чтобы разрешить вторую, нам нужно элиминировать отрицание. e-rule node e делаем, и получаем вот такую цель. Да, она тоже разрешается с ассампшеном. Какие еще правила у нас есть? Ну, есть реализация modus ponens под названием mp, также есть интродукция true, элиминация true, false сектора мы обсудили, рефл, это тоже правило интродукции, как мы понимаем, сим, свойство симметричности, транс, свойство транзитивности, и subst, вот такая теорема, вот такое правило о замене. также есть правило classical, такое правило для доказательства от противного, и закон исключения третьего. И докажем лему пирса с помощью правил, которые мы сегодня обсудили. Начнем с интродукции импликации. здесь теперь у нас есть цели A, и в assumption вот такая вот импликация, и можем применить теперь правило classical, посмотрим, как оно работает, да, такой вид оно имеет, то есть у нас P здесь унифицируется с A, поунифицируется с A, и после применения получим цель вот такого вида. цель вот такого вида, что здесь можно сделать, ну, правило интродукции здесь никакое мы применить не можем, но можем применить элиминацию импликации, да, так как здесь у нас в assumption есть импликация, применяем, получаем две вот такие простые цели, первое у нас можно применить интродукцию импликации, да, получим вот такую цель, ну и такие цели нам сегодня уже попадались, они разрешаются с помощью E-Rule Node E и Assumption, да, здесь нужно просто элиминировать вот это отрицание, применить Assumption, а вторая цель у нас разрешается уже Assumption. Еще хотелось бы рассказать о манипуляции целями, под целями доказательства, для этого у нас есть специальные команды prefer и defer, вот например здесь у нас возникают две цели и если мы например хотим доказать сначала вторую цель, да, то мы пишем prefer и номер цели, которую хотим доказать в первую очередь. Она у нас поднимается в ProState на первое место, если бы у нас было три цели, например, мы бы написали prefer 3, то третья цель стала бы первой, а команда defer у нас просто переставляет цели местами и делает вторую цель первой. Таким образом можно манипулировать целями, когда это полезно, это полезно, когда мы хотим, ну, когда у нас есть, например, какая-то простая цель, мы понимаем, что ее докажем, не хотим тратить на нее время, не хотим сразу перейти к более сложной цели. Да, мы можем написать prefer, номер нашей сложной цели, доказать ее и потом, соответственно, вернуться к более простым. И возвращаясь к вопросу о том, что применение правил интродукции иллюминации могут сделать цель недоказуемой, доказуемую цель недоказуемой. На самом деле есть два вида правил. Первые правила, они называются небезопасными, они действительно могут сделать доказуемую цель недоказуемой после их применения. Они заменяют текущую цель на одну или несколько новых целей, не эквивалентных исходных. К таким правилам относятся, например, DISH I1, DISH I2, элиминация импликации, элиминация отрицания. Вот, им нужно быть аккуратными. То есть, нужно применять их уже на финальных этапах, когда мы уверены, что с помощью них докажем утверждение. И также есть безопасные правила, SAFE rules. Они текущую цель доказательства заменяют на одну или несколько новых целей, совместно эквивалентных исходной. Примерами, там их много на самом деле, но самыми стандартными являются там, CONCH I, DISH IE и CLASSICAL. И понятно, что сначала нужно применять безопасные правила, а затем уже небезопасные. Однако, применение безопасных правил тоже может повлиять, но не на доказуемость, а просто на сложность доказательства. Если применять в неправильном порядке, то мы можем усложнить себе доказательства. Давайте разберем один из примеров. Остальные я предлагаю для самостоятельного решения. Попробуем доказать вот такое утверждение, при этом показав, что на самом деле нам не нужно сильно вдаваться в его логику, а можно просто понимать, что такое правило интродукции, что такое правило эллиминации, когда их применять, и этого будет достаточно для доказательства. Ну, начнем. Здесь у нас есть опять же импликация, то есть пока что у нас есть только одна цель, никаких ассампшенов. И чтобы разделить цель на как бы на левую и правую часть, на ассампшены и цель, нам нужно применить rule импарт, конечно же. Вот. Теперь у нас есть один ассампшен а и вот такая цель. Ну, так как у нас здесь много импликаций, мы можем сделать вот так. Команда плюс, она просто повторяет метод до тех пор, пока он применяется. И таким образом мы заменяем все вот эти импликации на холлфскую. Такую. И у нас получается теперь три ассампшена а, дизюнкция б и ц и дизюнкция отрицаний а и б. И нам нужно отсюда доказать б и ц. Ну, наверное, начнем с элиминации дизюнкции. То есть у нас в принципе мы пока что ничего здесь сделать и не можем. У нас две внешние операции в ассампшенах это дизюнкции и логично их элиминировать. Дишья делаем и получаем две вот такие цели. Две вот такие цели. Ну и опять здесь пока что сходу доказать мы не можем ничего в первой цели. А во второй видим, что у нас есть c в ассампшене и c в цели. И можно чтобы у нас не висело две цели доказать сначала вторую. Как это сделать? Ну выбрать ее с помощью defer. У нас тогда цели поменяются местами и здесь напишем apply assumption. Все. Цель ушла. Теперь осталась вот эта цель. Здесь опять же есть дизюнкция в ассампшене и можно ее элиминировать. элиминируем ее и получаем две вот такие цели. Ну и здесь мы уже можем применять правило nodeE. Элиминация и отрицание и получаем вот такую цель. Ну и понятно, что она разрешается by assumption и можем просто повторить это для второй цели. Видно, что там все то же самое только для b. Ну и можно так сделать и завершить доказательство. На этом мы пока что заканчиваем первоначальное знакомство с правилами, но продолжим на следующем занятии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...